Ну, у меня просто в какой-то момент вопрос возник никуда, откуда. Я решила, что мне все, пора сворачиваться, из Москвы уезжать. И я переехала в Германию на полгода, потом приехала в Москву делать документы. Ну, уже как, работы нет, квартира сдана. А у меня сестра сюда уехала буквально за месяц до этого, чтобы с ребенком по климатическим условиям здесь лучше. Сашка болела сильно. И она меня заманила в гости просто на пару недель, примерно на месяц. У меня сошла на месяц. Долго. На неделю, максимум на две. Но в итоге приехала на две. И через две недели я уже вернулась в Москву с ощущением, что я переезжаю сюда. Очень быстро все это было. Я прям собрала манатки и, не знаю, еще через две недели я уже полностью переехала. Так получилось, что в Москве, прожив 22 года, поиграв в известную на всю страну музыкальной группе, поработав на центральном телевидении, все закончилось. Этапы жизни все имеют свойства. Все закончилось, и надо было что-то менять и стоял выбором, собственно, чем заняться. Это того, что сейчас в моей стране нельзя говорить то, что ты думаешь. Ну, то есть как бы можно, не 37-е годы, что называется, но поработать тебе по профессии точно не удастся. В общей сложности года два назад, ну, то есть когда меня спрашивали, сколько я приехала в Грузию, я говорю, где-то два года. Первый раз я сюда приехала в 2015. Я сначала приехала просто как турист, а потом мне тут очень понравилось. Я стала приезжать больше, 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 обрастать как друзьями, связями какими-то, и в какой-то момент я просто хочу ждать. Если ты хочешь мигрировать в Европу, там нужно очень много всего сделать и иметь сбережения. Здесь намного все проще. У меня не было такой цели. Я просто взял билет в одну сторону из Москвы в Тбилиси, потому что хотел в Тбилиси. Я посмотрела «Звягин» свою любовь, поняла, что нужно что-то менять в этой жизни. В общем, я ушла от мужа. Вот. И решила, что мне нужно дожать свой бизнес, потому что, ну, как-то все это мешало. И для того, чтобы как-то структурировать то, что было в голове, я пошла на бизнес-курс обувной в Fashion Factory. Есть такая школа в Москве. Вот. И там, собственно, я проучилась вместе, я там получила контакты фабрики в Тбилиси. Было какое-то абсолютное ощущение полной уверенности, которое, кстати, за 8 лет так и не прошло. Что решение все-таки правильное. Да, я вообще считаю, что это лучшее решение в моей жизни, на самом деле, было. Занимаюсь я тем, что строю бары здесь. Если я сначала переезжала и не знала, что я буду конкретно делать, то сейчас все больше настройки, на дизайне. Сначала было сложновато. Мы с сестрой продали квартиры в Москве, купили здесь несколько, ремонтировали, сдавали их по суточным. Потом через какое-то время появилась Паша. И мы начали другую деятельность. Мы сразу стали партнерами не только по жизни, но и по бизнесу. История с Квестами была тоже очень смешная, потому что в какой-то момент, да, встал вопрос, чем Паша заниматься. И мы просто сели поговорили. Я говорю, что у тебя первый раз в жизни есть возможность сделать что-то не ради денег. В сравнении с тем же Петербургом я ощутила, что здесь во многом и люди, и климат, и все пойдут мне на пользу. Потому что там засиживаешься в этом всем, и климате, и снобизме, и все такое. Здесь мне понравилось, что здесь как-то вроде бы есть вся эта тусовка, но она абсолютно другая. То есть я поначалу всеми этими тоже, все эти штуки меня вдохновляли. Все влюбляются, когда сюда приезжают, если им нравятся все эти горы. Но по большей части меня интересовали люди, и как здесь вообще все это происходит и зарождается. Полтора года назад чуть больше я переелал. И за это время мы успели открыть свое дело трудовую. Оно дело, когда ты турист, и смотришь на это с точки зрения туриста, да, и когда ты потом становишься местным, более-менее жителем, это, конечно, совершенно в небо и земля. То есть сначала у тебя какие-то очень идеалистичные, утопичные мысли о том, что вообще все это прекрасно, и какие прекрасные люди, страна, и все тебя встречают, и все тебя приглашают, и все тебя так любят. Но когда ты приезжаешь, ты, конечно, сталкиваешься со многими проблемами. Ну, там, начиная банально от какой-нибудь небольшой зарплаты, да, потому что когда ты приезжаешь с московской зарплаты, ты тут, конечно, гуляешь в царь и бог и король, когда у тебя местные какие-то зарплаты, и за все по-другому на это смотришь. Ну, а потом, в целом, вот эта эйфория, она какая-то начала так немножко спадать, и те люди, которые оказались какими-то там друзьями, или кем-то очень близким, они тоже, они оказались не такими уж и близкими. То есть, по сути, ты одинок. Нам нравится, что здесь есть возможность развиваться, нам нравится то, что здесь не насыщен еще рынок, и какими-то видами услуг. Там у меня даже не было мысли, что я могу открыть бизнес, допустим, я его пыталась там открыть, но там условия слишком сложные, тут я как бы это планирую сделать в ближайшее время. Мне кажется, здесь все как-то проще в любом случае, то есть проще люди, проще в хорошем смысле. То есть, я не знаю, стоят какие-то кандидаты президента, и ты ему можешь там пожать руку, но к руку говорят. Это очень, как бы, бывают какие-то трогательные моменты, да, есть какие-то традиции, которые как бы давно, давно, наверное, утеряны в России. Когда, например, соседи на какой-то праздник приходят, заходят просто к тебе домой, стучат в дверь и там приносят хачпури, которые они испекли, да. То есть, они пекут два для себя, там, и для вас, для соседей. Совершенно другая энергетика, есть другие люди, это все влияет очень сильно. То есть, как бы мы не отрицали это, да, что типа все изнутри, но нет, на самом деле, я уверена, что среда очень влияет. Влияют люди, которые тебе дают какой-то правильный заряд жизни. Все влияет. В Москве было всегда невероятно жестко, то есть нужно работать, нужно пахать, нужно отвечать за свои результаты, а если нет, то тебя очень жестоко наказывают. Мне еще очень нравится, я не знаю, сколько это будет правильное слово, наверное, гражданственность, да, вот как-то так. Сейчас такой хороший пример, мы недавно ехали, и проходила забастовка по поводу повышения цены бензина. Мы, конечно, это обсуждаем между собой. Паша говорит, ну, типа, ну, ребят, ну, как так, ну, это страна, в которой нет заводов нефтеперерабатывающих, да, здесь не производят бензин. Он подорожал там, конечно, он должен подорожать здесь, варианты нет никакого, он ввозится. И, тем не менее, все равно проходит бастовка, и есть даже какая-то вероятность, что они добьются того, чего хотят. И она происходит, потому что, Паша меня спрашивает, почему они бастуют? Потому что они могут. Да. Потому что они могут, у них есть гражданское право бастовать. В Москве или очень большая опасность, когда ты идешь на митинг, или просто они не происходят, потому что их почти всегда запрещают. Я, скажем так, я не хочу платить налоги правительству Владимира Владимировича Путина. Не хочу. Я не считаю, что моя работа должна идти на его безумные идеи. Поэтому, чтобы сейчас в политику сильно не ударяться, скажу, что я не видел места для себя в сегодняшней России. Мне не нравится совершенно то, что происходит там. Мне не нравится и форма, и изменения. Мне страшно просто. Потому что так получилось, что мы более случаев были, когда убили Немцова на мосту. То есть я была там прям супер рядом. Мы просто вообще не из первых тебя это все увидели. Вообще тут просто как практически на глазах. И мне это так... То есть я и до этого, конечно, понимала, что все не очень. Но когда ты это видишь вот так воочию и очень близко, не знаю, меня прям пронзило какой-то молнией вообще. И я стала участвовать во всяких каких-то акциях, штуках политических. И поняла то, что мне не столько беспокоено за себя, сколько за свою семью. Потому что они же будут давить на самое как бы уязвимое, самое больное. И мне просто стало страшно, что в какой-то момент там может что-то с ними случиться, даже не со мной. И я просто решила, что поскольку я не согласна с этим режимом, но сейчас в данный момент я, на сути, ничего, наверное, не могу такого сделать, я лучше куда-нибудь забегу, перееду. Там есть закон о пропаганде гомосексуализма. О запрете, вернее, пропаганда, если быть точнее. И есть... И он абсурден, то есть он античеловечный. Например, мы семейная пара, мы живем вместе, мы работаем вместе, мы платим налоги. У моей сестры есть несовершеннолетний ребенок. И если, не дай бог, с ней что-то случится, то ребенок в английский дом, нам его не отдадут. У нас есть невероятное количество знакомых, в силу работы, да и просто мы общительные. Ну, плюс это Грузия, здесь особо не спрячешься, да, как бы. Мы не скрываем наши отношения вообще. У нас все соседи, все соседи по району, все люди, которые здесь в окрестностях работают, все прекрасно. Гуляют с собаками с нами и так далее. Все знают, то есть это вообще ни для кого не секрет. И парадокс грузинов идет в том, что они идут от человека. То есть он, в принципе, на твою ориентацию... Мы ходим там за руку по улице, я могу ее там приобнять как-то, еще что-то. Это не вызывает никакого негатива, абсолютно. С грузинами очень много общаюсь, и просто как бы это даже хорошо, потому что ты понимаешь, как вообще мыслят молодежь сейчас, это интересно. Именно грузинская. То, что у них абсолютно по-другому, у них есть свобода в голове в отличие от нас, и это даже полезно. Я с молодежью в основном, вообще я в основном всегда начинаю говорить по-английски, потому что у меня тоже есть такое ощущение, и я могу понять правду людей. То есть я вообще никого ни в коем случае не обвиняю, я скорее как раз очень понимаю, когда люди немножко так ревностно относятся, и могут там, ну, то есть ты говоришь по-русски, типа, если они что-то, мы все тут просто говорим по-русски. Привет, там, дай мне, там, что-то. Вот, я наоборот, я как бы сначала начинаю говорить по-английски, очень аккуратно, осторожно, и потом уже, если меня там спрашивают, откуда, я говорю, там, из России. А, из России, так что ты там не по-русски-то вообще говоришь? Ну, вот так. Но бывают и другие реакции, да. Знаешь, вот просто самое главное, что почти все грузины, которых я знаю, у них у всех на фейсбуке была вот эта аватарка, что там такая-то процент моей страны оккупирован русскими. Я прекрасно это понимаю, у меня вообще босс выгрел, который как бы бежал во время войны, очень многие люди мне здесь про войну говорят, и это все прекрасно я знаю, и в то же время тебе говорят, ты же сам виноват, что не выбираешь другого президента, и все такое. Ну, то есть вот эти вот моменты, они рано или поздно на тебя рушатся. Я, конечно, считаю, что Россия незаконно отжала просто треть территории Грузии, и это все недопустимо и неприемлемо. Я понимаю, что очень много туристов из России едет, и что это идет на благо экономики страны в целом и людей в частности. Даже при этом, при всем, я считаю, что качество туристов, особенно за последние пару лет, очень сильно испортилось. Я думаю, что люди, которые едут сюда, они должны хоть немножко вникать в эту ситуацию, ну, хоть, я не знаю, на секунду включать голову. Поначалу я просто не могла понять, как настроен человек. Тем более, что я по-русски говорила в грузинском баре, который открыли грузины. Конечно, это всех раздражает. Я бы, наверное, тоже, возможно, вела бы себя так, если бы я была отсюда. Но я не отсюда, и поэтому я очень хочу, наконец-то, нормально ассимилироваться. Находясь в грузии, ты не ощущаешь никакой проблемы. То есть тебе все рады. С тобой 8 из 10 человек с удовольствием поговорят на русском. И никто не бросит тебе в лицо, что ты, ну, как передаваться в том, что случилось. С другой стороны, хотя я все понимаю и целиком и полностью поддерживаю эту надпись, но все равно заходить в магазин, на котором написано «Россия Аккупан», ну, не знаю, как раз-то. Ментально тяжело. Снизиться за ним тяжело? Или это не проблема того, кто повесил эту табличку на Google? Проблема в том, что я же знаю, что это так. Меня совершенно до глубины души поражает прекрасное отношение к русским здесь, в общей своей массе людей. И мне это совершенно непонятно. То есть мне, например, стыдно сказать, что я русская. Во-первых, сейчас меня уже все знают, и у нас как бы постоянные наши все гости. Во-вторых, просто хотя бы смогу обратиться по-грузински, сказать извини там или по-английски. Но я не начинаю никогда, когда я захожу в какое-то помещение, по-русски говорить никогда. Я начинаю с английского или, насколько я знаю, грузинский. Это уже, я считаю, неплохо. Потому что нас, например, раздражают эти вот русские, которые заходят, ведут себя вот так, открывая дверь, заходят в любое заведение, неважно, кто там работает, и говорят по-русски. Ну, это уже не так. Здесь уже молодежь другая, и никто не обязан знать русский язык. Нам интересно все, что здесь происходит. Это очень круто. И когда происходят какие-то вообще такие значимые события, не знаю, какие-то фестивали, какие-то там. Ну, Бересоба мы только не пошли в этом году. Первый раз, да. Так как местные уже окончательно решили из дома не выходить. Экспанская тусовка, она здесь есть, очень сильная, но я как бы с ними общаюсь, потому что не могу же как бы, ну, оградить себя полностью, сказать, я не хочу с вами общаться. Конечно, я с ними общаюсь, но настолько как бы сильно в ту же супер грузинскую интегрироваться пока тяжело, потому что они все-таки живут в своем мире, в другом. Ну, то есть я бы немножко застряла сейчас. Люди приезжают, и вот их прям прет, они хотят что-то делать, они открывают какие-то бизнесы здесь маленькие, то есть какие-то, приводят эксперименты, начинают какие-то новые направления. Здесь ты понимаешь, что ты можешь попробовать что хочешь вообще, что угодно, и тебя нормально воспримут, как-то и поддержат, и все. Очень классные люди, я нашла здесь кучу друзей, на самом деле это удивительно, потому что я в Москве, у меня не было столько общин, как здесь, как в Москве. Если мы оттуда уезжаем, значит, наверное, что-то все-таки не просто так это делаем, не просто потому что нам кайф в горах жить. Я поддерживаю Грузию, я ее люблю, и я не поддерживаю свое государство. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!